На прошлой неделе в законодательном собрании Красноярского края состоялось заседание, на котором обсуждалось внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, друзья. В качестве, в частности, об установлении административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Именно об этом мы поговорим сегодня с депутатом законодательного собрания, членом Комитета по безопасности и защите прав граждан Николаем Васильевичем Трикманом. Доброе утро, рады вас видеть. Да, доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Ну что, Николай Васильевич, давайте начнем, конечно же, напомню сначала нашим телезрителям, со скольки можно шуметь и до скольки можно шуметь. Ну вот давайте мы вернемся, у каждого законопроекта есть своя история. Так. А вот закон о тишине, который был в статье 1.1, это в кодексе административных нарушений Красноярского края. Мы его почти год готовили, рассматривали, были противники, были сторонники, но тем не менее его приняли. И там штрафная санкция предполагалась, допустим, если вы нарушили этот закон, и в отношении вас со Сталин протокол, там от 1 тысячи до 2 тысяч, на должностных лиц там от 3 до 5 тысяч, а на юрис там от 3 до 5-10 тысяч. Те, кто, ну что такое, на дороге где-то ночью там долбят, шумят, кричат и так далее. И этот закон действовал до той поры, когда в 2014 году было внесено на федеральном уровне изменения в этот закон. И в связи с этим изменением вот это составляли протоколы сотрудники органов внутренних дел. Почему? Потому что они действованы, оперативны, при них оружие, при них погоны, они специалисты. И как-то граждан это все дисциплинировало. Как только их отодвинули в составление протоколов, и все это передали на административные комиссии, сотрудник милиции только приезжал, фиксировал факт и передавал материалы в административную комиссию. Этот закон не стал работать, вот просто не стал, потому что, ну что такое административная комиссия? Люди перестали бояться. Да, люди перестали бояться, и начинали опять нарушать законы, вот в ущерб, значит, покоя жителям Красноярского края. И мы на комиссии, на комиссии, вот которая была на той неделе, рассматривали проект закона, с которым выступила еврейская автономная область, законодательное собрание Красноярского края, с тем, чтобы все-таки разрешить сотрудникам органов внутренних дел составлять протоколы. И вот это нарушение отнести как к мелкому хулиганству, потому что, ну вот, ну что-то дали тысячу рублей. Приравнять, так скажем. И вот мы на комиссии и рассматривали вот этот законопроект, мы его одобрили, направили в Государственную Думу, и Государственная Дума сейчас должна принять этот закон. Как только Государственная Дума примет закон о нарушении тишины, спокойствия граждан, то мы должны тогда привести в соответствие свой административный кодекс Красноярского края, который предусматривает нарушение. То есть, по сути, мы просто отменяем нашу статью, если будет принят на федеральном уровне. Я считаю, что это абсолютно верно, абсолютно нормально. Почему? Потому что с закона работают до тех пор, пока они вот исполняются нашими гражданами. Если, допустим, вот сосед там не дает вам покоя, значит, буянит, включает громко музыку, значит, там по стенам хлопает, ногами топает и так далее, и так далее, вы нервничаете. И при этом, когда вы обращаетесь в органы внутренних дел, они приезжают и говорят, что мы не можем составлять этот протокол, хотя в законе прописано о том, что все-таки для того, чтобы органы внутренних дел составляли протоколы, необходимо составить соглашение между федеральными властями и региональными. Но с 2014 года ни одно такое соглашение не было составлено. Если говорить по санкциям и взять за 100 единицу, если у нас с 2013 года по 2014 год составлялось, допустим, 90 протоколов, а сегодня их составляет там 10, 15, то есть люди опустили руки и все это передали на муниципальное образование и на административные комиссии. Я думаю, вот если только примет такой закон, то он начнет опять работать, и жители Российской Федерации все-таки... Могут спать спокойно. Могут спать спокойно. Вот так примерно. То есть получается, что мы должны вернуться туда, откуда пришли? Совершенно верно, совершенно верно. Это еще раз говорит о том, что все-таки каждый должен заниматься своим делом. Кроме этого, мы еще рассмотрели 4 законопроекта, которые предполагают ответственность за недооставление рабочих мест инвалидам. Мы вернулись к вопросу о том, чтобы все-таки дать возможность сотрудникам органов составлять протоколы о нарушении алкогольной тематики, продажи. И самое главное, еще внесли ответственность за то, что вот вы смотрели, где-то едете по дорогам, написано там на столбе, на заборе, что вот я предоставлю там в течение пяти минут кредит, там 20 миллионов. Это тоже несет ответственность за вот неправильную, скажем так, вот предпринимательскую действие, в частности предоставление вот этих кредитов. Потому что народ обговоривает, народ обманывает, потом они бегают, ищут правду, а тот, кто взял деньги, его уже нет. А те штрафные санкции, которые предполагались, они абсолютно незначительные. Штраф заплатил, и дальше начинает обманывать народ. Вот так. Большое спасибо за такой определенный ликбез. В гостях у нас был депутат законодательного собрания, член Комитета по безопасности и защите прав граждан Николай Трикман. Будем рады видеть вас вновь и вновь. Приглашайте. Спасибо большое. Спасибо.